Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на очередном нашем уроке русского языка. Сегодняшняя наша тема называется «Виды предложений». Но прежде чем перейти к теме, давайте вспомним, что такое предложение. Итак, ребятки, посмотрим на экран. Перед вами две группы слов. Прочитаем эти группы слов и найдем среди них предложение. Дождь, небо плывет, идут, красный зеленеет. Это первая группа слов. Читаем вторую группу слов. На небе появились тучи, полил дождь. Ребятки, как вы думаете, какая группа называется предложением? Верно, вторая группа. Почему вы так решили, ребятки? Потому что эти слова были связаны между собой по смыслу. Все верно, ребятки. Значит, предложение это слово или несколько слов, связанных между собой по смыслу. Ребятки, предложение выражает законченную мысль. Запомните это. В конце предложения может стоять как точка, так и вопросительный знак и восклицательный знак. Ребятки, разберем те случаи, когда в конце предложения ставится точка. Мы уже сказали, когда наша мысль заканчивается. Конечно, в конце предложения могут стоять и другие знаки. К ним мы вернемся чуть позже. Сначала посмотрим на экран и прочитаем с вами текст. Затем определим количество предложений в этом тексте. Ребятки, сколько в этом тексте предложений? Давайте посчитаем. Мы сказали, что каждое предложение выражает законченную мысль. В конце предложений стоит точка. После точки, ребята, как мы пишем? Правильно, с заглавной буквы. То есть каждое новое предложение мы начинаем с заглавной буквы. Теперь посчитаем, сколько в нашем тексте предложений. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, в нашем тексте пять предложений. Выполним упражнение из учебника. Номер 114 на страничке 140. Прочитайте, разделите текст на предложение. В лесу жил ежик. Ребятки, наша мысль закончилась. Значит, что мы поставим? Правильно, точку. А как мы пишем после точки? Заглавной буквы. Уберем маленькую Н, напишем заглавную. Ночью он приходил в сад. Опять наша мысль закончилась. Значит, что мы поставим? Правильно, точку. Начало предложения, как мы обозначаем, ребятки? Правильно, заглавной буквы. Напишем заглавную букву Т. Там он находил яблоки. Опять наше предложение закончилось. Что мы ставим? Точку. Как мы пишем после точки? Заглавной буквы. Читаем следующее предложение. Зверек накалывал их на иголки. Наше предложение закончилось. Что мы ставим? Правильно, точку. Как мы пишем после точки? Заглавной буквы. Ёж относил яблоки в свою нору. Ребятки, вот мы с вами проделали следующую работу. Расставили точки, то есть нашли конец предложения и написали получившееся предложение. Ребятки, перепишите это упражнение в своей тетради. И не забудьте в конце предложения поставить точки. Также начало каждого предложения писать заглавной буквы. Смотрим следующее упражнение. Спешите выделенный отрывок из стихотворения. Моршака, где обедал воробей? Какие знаки стоят в конце предложений? Где обедал воробей? Сумыл моршак. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва За решетку и у льва. Ребятки, давайте разберем. Какие знаки стояли в конце предложений? Где обедал воробей? Что мы видим, ребятки? Вопросительный знак. Как вы думаете, почему там стоит вопросительный знак? Правильно, потому что в этом предложении мы спрашиваем у воробья, где он обедал. В зоопарке у зверей что мы видим? Точку. Почему там стоит точка? Потому что в этом предложении сообщается о том, где обедал воробей. Пообедал я сперва за решетку и у льва. Тоже стоит точка, потому что здесь тоже сообщается о том, что проделал воробей. Ребята, такое задание. Составьте предложение из слов. Даны слова, мы должны их объединить в предложение. Юг птицы улетели на. Какое предложение можно составить? Правильно, птицы улетели на юг. Что поставим в конце этого предложения? Точку. Освещал улицу фонарь темную. Подумали, ребятки, как надо правильно записать? Проверим. Темную улицу освещал фонарь. Все верно. В конце ставим точку. Тишина в лесу осеннем стоит. В каком порядке надо написать, ребятки? Правильно. В осеннем лесу стоит тишина. В конце мы опять ставим точку. Ребятки, теперь посмотрим на эти предложения и скажем, почему в конце каждого предложения мы поставили точки. Ребята, потому что в этих предложениях мы сообщали о чем-то. Поэтому мы в конце поставили точки. Смотрим дальше. Теперь мы должны построить предложение из этих слов. И в конце этих предложений мы должны поставить вопросительные знаки. Страна называется как наша. Ребятки, как будет правильно порядке? Как называется наша страна? Верно. Сколько в часе минут одном? В каком порядке надо написать? Правильно. Сколько минут в одном часе? Месяц следует за какой августом? В каком порядке надо написать? Правильно. Какой месяц следует за августом? Посмотрите, ребятки, внимательно на получившиеся предложения. Почему мы везде поставили вопросительные знаки? Потому что в этих предложениях мы спрашивали о чем-то. Запомните это, ребятки. Смотрим дальше. Теперь мы должны построить предложение и в конце поставить восклицательные знаки. Домой, быстрее, уходи. Как будет в правильном порядке? Быстрее уходи домой. Запишем и поставим восклицательный знак. Птичьи гнезда разрушайте не. Как будет в правильном порядке? Правильно. Не разрушайте птичьи гнезда. Опять ставим восклицательный знак. Красивая какая музыка? Как будет правильно? Какая красивая музыка? Верно, ребятки. В этих предложениях мы поставили восклицательные знаки. Почему, ребятки? Потому что во всех этих предложениях содержалась либо просьба, либо приказ, либо мы их произносили с чувствами, с эмоциями. В конце таких предложений, ребятки, ставится восклицательный знак. Ребята, сделаем вывод. Предложение – это слово или несколько слов, связанных между собой по смыслу. В конце предложения ставится либо точка, либо вопросительный знак, либо восклицательный знак. Также, ребята, запомните, что начало каждого предложения пишется за главной буквы. Ребятки, на этом наш урок подошел к концу. Я хочу, чтобы вы выполнили упражнения номер 116 и 117 на страничке 141 учебника. Я думаю, что сегодняшний урок вы усвоили хорошо. Желаю вам всего хорошего. Оставайтесь дома, не отставайте от учебы. Всего доброго, до свидания. Добрый день, дорогие друзья. Начнем наш урок математики. Ребятки, посмотрим на картинку, что мы с вами видим. Да, вы скажете, мы видим парк с цветущими деревьями, зеленой травой. Ребятки, а если я спрошу, какое время года изображено на картинке, что вы ответите? Конечно, вы скажете весна. Ребята, а что вас заставило так думать? Почему вы решили, что это весна? Правильно, потому что вы знаете, какие изменения происходят в неживой и живой природе весной. Давайте вспомним, что происходит весной. Правильно, природа пробуждается. Вокруг все расцветает. Солнце поднимается высоко над горизонтом. Греет все больше и больше. Дни становятся длиннее. Набухают почки, расцветают цветочки, цветут деревья. Что происходит в живой природе? Перелетные птички возвращаются, вьют гнезда, выводят птенцов. Животные просыпаются от зимней спячки. Кто? Медведи, ежи, барсуки. Что еще происходит, ребятки? Насекомые выходят из своих убежищ. Птички, ребята, вы знаете, кормятся насекомыми. Как много корма бывает для птиц весной? Ребята, как мы видим, весной происходят большие изменения. Все мы с вами любим, когда тепло. Все верно, ребятки. Давайте вспомним с вами весенние месяцы. Какие это месяцы? Март, апрель, май. Правильно, ребятки. Мы с вами уже сказали, что весной погода становится теплой. Солнце больше греет, ярче греет. Ребятки, смотря на картинку, если я выскажу такое мнение, завтра пойдет снег. Что вы мне на это ответите? Конечно, вы скажете, не может быть. Ребятки, я хочу, чтобы вы высказали свое мнение. К сожалению, я услышать ваше мнение не смогу, но я хочу, чтобы вы это обязательно сделали. А знаете почему? Потому что наш сегодняшний урок так и называется. Подумайте, выскажите свое мнение. Да, ребятки, потренируемся по учебнику. Мы часто выражаем свое мнение о вероятности событий, используя слова. Возможно, может быть, невозможно, не может быть, обязательно, конечно. Конечно, какими словами лучше выразить предположение о вероятности того, что стрелка остановится на красной части колеса? Ребятки, используя эти слова, давайте выскажем свое мнение. Посмотрим на первое колесо. Как мы видим, ребятки, вопрос был задан. Следующий. Какова вероятность того, что стрелка остановится на красной части колеса? На первом колесе, ребятки, нет ничего красного. А значит, вероятность того, что стрелка остановится на красной части колеса, равна чему? Невозможному. Так и отметим, что это невозможно. Смотрим на второе колесо. Ребятки, как мы видим, на втором колесе хоть и маленькая часть, но красного цвета есть такая часть. И значит, вероятность того, что стрелка остановится на красной части, как мы отметим? Каким словом? Конечно, может быть невозможно. Какой вариант нам подходит? Может быть, ребятки, верно, может быть, что она остановится на красной части. Смотрим на третье колесо. Оно полностью красного цвета. А значит, вероятность того, что стрелка остановится на красной части, каким словом можно выразить, ребятки? Конечно! Верно, ребята, молодцы! Смотрим дальше. Учебник номер 2, страничка 141. Из какого мешка, не заглядывая в него, обязательно вынут красный шарик? Ребятки, посмотрим на все три варианта. В первом мешке есть красные и голубые шары. Во втором мешке только красные. В третьем мешке красные, голубые и желтые. Теперь, не заглядывая в мешок, из какого мешка обязательно вынут красный шарик? Конечно, это вариант Б, потому что там все шары красные. Второй пункт. Из какого мешка, не заглядывая в него, невозможно вынуть красный шарик? Ребятки, как мы видим по картинкам, красных шаров нет в варианте А. В варианте В тоже есть красные шары, но их очень мало. В варианте Б только красные шары. Так из какого мешка невозможно вынуть красный шарик? Конечно, вариант А, потому что там красных шаров нет. Номер три. Если не глядя взять фрукт из вазы, то у вас больше шансов взять яблоко или апельсин. Объясните свое мнение. Ребятки, вот предположим, у вас ваза с фруктами. Вы должны оттуда взять фрукт. Пять апельсинов и одно яблоко. Какими словами вы можете выразить свое мнение? Что вам попадется? Каких шансов у вас больше взять яблоко или апельсин? Конечно, шансов больше взять апельсин. Почему? Потому что апельсинов больше. Номер два на страничке 142. Если не заглядывая в мешок вынуть камень, какова вероятность, что это будет красный с точками или просто красный камень? Выскажите свое мнение, используя слова «обязательно», «конечно», «шансы велики», «мало шансов», «не может быть», «невозможно», «возможно», «может быть». Проверьте свое мнение с помощью счетных предметов. Ребятки, у нас даны мешочки с камешками. Красный без точек мы должны вынуть. Посмотрим внимательно. Здесь у нас красный без точек и с точками. Во втором мешке у нас тоже есть красный без точек и с точками. В третьем мешке только красный с точками. В четвертом мешке только красный без точек. Итак, если не заглядывая в мешок, нам нужно вынуть камень. Какова вероятность, что это будет красный с точками или просто нам нужен красный без точек? В каком мешке, ребятки, только красный без точек? В четвертом. Значит, вероятность того, что мы вытащим камень без точек, будет в четвертом мешке. Каким словом это можно выразить? Словом «обязательно», то есть из четвертого мешка обязательно выйдет красный камешек без точек. Теперь нам нужно найти красный камешек с точками. Посмотрим, ребятки, опять используя эти слова, мы должны сказать свое мнение по поводу красного камешка с точками. Ребятки, как мы видим, в третьем мешке только камешки с точками. Значит, из третьего мешка обязательно мы вытащим красный камешек с точками. Из четвертого мешка это сделать невозможно. Второй мешок, ребятки, если рассмотреть, какими словами мы можем выразить свое мнение? Может оттуда выйти красный с камешками или нет? Мы можем, смотря на второй мешок, сказать «может быть», «возможно». Из первого мешка тоже шансы малы, но может быть. Хорошо, ребятки. Номер три на страничке 143. В мешке 10 красных шаров. Каким словом было бы верно выразить вероятность вынуть из мешка красный шар с первого раза? Ребятки, если в нашем мешке всего 10 шаров и все они красного цвета, то каким из этих трех слов можно выразить свое мнение, что оттуда выйдет красный шар? Ребятки, обязательно. Конечно, обязательно. Потому что там других цветов и нет. Ребятки, вот мы с вами подумали, высказали свою мысль. Я хочу, чтобы вы дома проделали такую же работу. Вы можете использовать все подручные средства. Это могут быть фрукты, овощи, кухонные приборы, например, ложки, вилки. Ребятки, подключите взрослых к этой работе. Мам, пап, бабушек, дедушек, также младших или старших братьев и сестер. Пусть они вам помогут в этом деле. Поиграйте вместе. Ребятки, и результаты не забудьте обозначить также в таблицах. Вспомним, на прошлых уроках мы с вами говорили о пиктограмме, барграфе, телеграфе. Так вот, ваши результаты, результаты вашего опроса вы можете также занести в эти таблички. Желаю вам всего хорошего. Оставайтесь дома, не отставайте от учебы. До свидания, до новых встреч. Наш очередной урок познания мира называется «Правила поведения в обществе». Ребятки, давайте с вами разберем, что такое общество. Дело в том, что мы с вами живем, развиваемся, постоянно бываем в обществе. Что такое общество? Посмотрим с вами на картинке. Что мы видим? Да, детки в школе, дети в парке, в театре, в библиотеке. Ребята, все это общество, то есть общественные места, в которых мы с вами бываем. Ребятки, ну в этих общественных местах надо соблюдать определенные правила поведения. А что же такое правила поведения? Посмотрим, например, на картинке. Перед вами образец того, как мальчик себя неправильно ведет. Отнимать у кого-то что-то, рвать книгу, рисовать на стенах, обижать животных, резать, рвать занавеси, портить имущество, отрывать ушко медведю, ломать игрушки. Это все плохое поведение. Ребятки, так что ж такое правило поведения? Дело в том, что правило поведения это то, что можно и то, что нельзя. Ребятки, мы сказали, что мы находимся в общественных местах, где в школе, например, в школе есть определенные правила. Какие это правила? Давайте вспомним некоторые из них. Итак, в школе нельзя выкрикивать с места. Если вы хотите что-то сказать, вы должны поднять руку. В школе, ребятки, на перемене нельзя бегать, нельзя вставать на стуле, бегать по стулем, нельзя портить школьное имущество, нельзя рисовать на партах, пачкать парты, нельзя рвать книжки, надо пользоваться закладками. Ребятки, мы также бываем в парках, там тоже есть определенные правила поведения. Например, в парках нельзя кричать. Почему? Потому что в парк не только вы ходите. В парках бывают и пожилые люди, которым вы можете помешать. Также в парках бывают мамы с маленькими детьми в колясочках, которые спят. И своим криком вы можете их разбудить. Ребятки, мы также с вами ходим в такие общественные места, как театр, кино. В этих местах также надо соблюдать определенные правила поведения. Нельзя выкрикивать, нельзя говорить громким голосом, вставать во время представления или во время просмотра фильма, потому что вы можете мешать другим телезрителям смотреть. Библиотека. Библиотеки также, ребята, надо соблюдать определенные правила. В библиотеку надо заходить тихо. Нельзя топать, нельзя говорить громким голосом, иначе вы можете помешать другим читателям. С книгами тоже надо аккуратно обращаться в библиотеки. Нельзя их резко перелистывать, надо аккуратненько, бережно. Транспорт, ребятки. Дело в том, что в транспорте тоже есть определенные правила поведения. Какие? В транспорт надо входить с передних дверей, а выходить из задних дверей. Ребятки, находясь в транспорте, нельзя стоять у дверей, потому что вы можете мешать другим пассажирам заходить и выходить. В транспорте нельзя громко разговаривать. В транспорте надо уступать место пожилым людям, а также мамам с детьми. Гости, ребята. Все мы любим ходить в гости, но в гостях также надо соблюдать определенные правила. Нельзя кричать, нельзя бегать по чужому дому, хлопать дверями, нельзя подниматься на диван, прыгать на диване. Ребятки, если вы будете соблюдать все эти правила, у вас будет много друзей, потому что человек, который соблюдает правила, всегда бывает образцовым. К нему все стремятся. А если вы не будете соблюдать правила поведения, с вами никто не захочет дружить. Ребята, ну мы с вами поговорили о правилах, но есть такое понятие, как закон. Что же такое закон? И чем отличается закон от правил? Дело в том, что правила устанавливают люди, общество, в котором мы живем. Это нормы поведения. А законы принимает государство, законодательные органы. Законы соблюдать должен каждый гражданин. И если вы не будете соблюдать закон, это может быть наказано. То есть за несоблюдение закона следует наказание. Ребятки, без законов и правил поведения в обществе будет царить беспорядок. Запомните это. Поэтому соблюдать законы – это очень-очень важно. Ребята, как мы с вами сказали, мы обсудили правила поведения в обществе. К правилам поведения в обществе также можно отнести правила поведения при пандемии. Как мы с вами знаем, сейчас у нас период пандемии. И в период пандемии государство заботится о здоровье каждого гражданина. И поэтому созданы определенные правила, которые мы с вами должны соблюдать. Как вы знаете, COVID-19 распространяется так же, как и любое вирусное заболевание, воздушно-капельным путем. И чтобы предохранить себя от заболевания, от заражения этим вирусом, необходимо соблюдать следующие правила. Самое важное правило, ребятки, это оставаться дома. Избегать большого скопления людей. Пользоваться общественным транспортом только по необходимости. Реже ходить в магазины. Детям вообще не рекомендуется ходить в магазины во время пандемии. Не посещать массовые мероприятия. Это театр, кино, музеи. Забудьте на время про рукопожатие. Очень важно при общении с людьми соблюдать дистанцию не менее одного метра. Повышенное внимание уделять личной гигиене. Чаще умываться, чистить зубки. И больше всего надо мыть руки, особенно перед едой. Ребятки, когда вы моете руки, не забывайте, что это надо делать с мылом и теплой водой. Также дезинфицируйте свои руки антибактериальными средствами. В течение дня стараться держать руки подальше от глаз, рта и носа. Крайне важно 2-3 раза в день проветривать помещение, в котором вы находитесь. Ребятки, если вы будете соблюдать все вышеперечисленные правила, то обязательно будете здоровы. Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, соблюдайте правила поведения в обществе. Будьте хорошим гражданином, будьте здоровы. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин